Объединились для решения сложных задач. Фонд ОМК «Участие» на базе психологического центра реализовывает благотворительный проект. 23 ребенка с нарушениями опорно-двигательной системы отправятся на бесплатное лечение в престижную клинику нейроотопедии. Консультацию провел профессор Российской Академии Наук Дмитрий Попков. Профессор Российской Академии Наук, врач-ортопед Дмитрий Попков Сегодня встречается с теми семьями, где уже зачастую не ждут чуда. На консультации невольно в голову приходят сроки из сказки про доброго доктора Айболита. За два дня ему удалось встретиться с 33 семьями из Чусового, в которых живут дети с нарушениями опорно-двигательной системы. Основная цель консультации здесь была это выявление тех ситуаций, когда консервативное лечение уже исчерпало себя. Или нужно ему добавить элементы оперативного лечения, или когда, к сожалению, уже консервативное лечение прекратило свою эффективность и требуется оперативное лечение. Но консультация у профессора – это только самое начало большого пути. Благотворительный фонд ОМК «Участие», психологический центр и клиника нейроортопедии Российского научного центра имени Гавриила Елизарова объединили свои возможности для того, чтобы прооперировать детей у ведущих специалистов страны. Эти дети в дальнейшем проходят путь по оформлению направления на лечение в счет квот Министерства здравоохранения Российской Федерации по указанию высокотехнологичной медицинской помощи в центре Елизарова. Это город Курган. Это лечение бесплатное, и консультация здесь тоже бесплатная. Специалисты нейроортопедии занимаются вопросами профилактики, диагностики и лечения нарушений функций и деформаций локомоторной системы, возникающих при заболеваниях нервной системы и при первичных поражениях мышц. Основная цель врачей – помочь детям приобрести максимально возможную автономность и комфортную повседневную жизнь. Достичь хорошего результата можно через устранение ортопедических осложнений хирургическим путем. Это огромная помощь для нашего города и для наших детей, потому что такое количество детей, а тем более есть детки очень сложные, очень трудно самим родителям свозить куда-то в столицу или в другие города, где есть высокопрофессиональная помощь специалистов. Таким образом, в Курган на лечение отправятся 23 ребенка из Чусового. В их числе Леша Сазухин. Его активности и любознательности можно позавидовать. Детские мероприятия редко проходят без его участия. Так и на Дне науки в 150-м детском саду этот смышленый мальчик удивил организаторов. Одной правой рукой он ловко собирал конструктора лего и справился со всеми заданиями. Сейчас перед ним новый этап жизни. Ну да, к лучшему, потому что улучшение левой стороны полностью – это для меня полное счастье. Мне бы из железного лего вот такого робота собрать. Мы услышали впервые, честно говоря, в городе. Такого нигде не слышали и не видели. Эту информацию нигде не могли подчеркнуть, чем можно помочь ребенку. И вот нынче психологический центр нам помог очень сильно. Теперь мы будем продвигаться, двигаться к цели и думаем, что у нас сделают операцию по улучшению ручки. Новые задачи появились не только для детей, но и для фонда ОМК «Участие». Пока нерешенной остается проблема транспортировки детей после операции из Кургана в Чусовой. Это лучший центр в этой области, в Российской Федерации. Туда попасть было бы нереально без этих сегодняшних действий. Поэтому мы думаем, что дальше продолжать. Я сегодня пообщался с Дмитрием Андреевичем. Он мне показал какие-то узкие места, которые могут ждать проблемы в следующем году. Как транспортировать ребенка после операции, потому что ребенок будет в гипсе, в специальных приспособлениях. Это сложно. Будем мы решать эти проблемы. Я думаю, что все у нас получится. Психологический центр совместно с фондом ОМК «Участие» планирует организовывать подобные консультации и для других категорий пациентов. Яна Коноплина, Алексей Казаковцев, Алексей Рудометов. Новости Крит.